За 4 месяца Леонтий Аристархович потерял всех, любимую жену и детей. Похоронил родных одного за другим. В августе 2019-го вдовцу исполнится 92 года. Участник Великой Отечественной войны признался, после страшных потерь деваться ему было некуда. Чтобы не сойти с ума от продолжительного одиночества, уроженец Ульяновской области решил провести остаток жизни в пансионате. Тихая гавань в поселке Языково принимает второй год подряд многих, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Как здесь узнал, познакомился с этим зданием и решил сюда любыми судьбами, как говорится, оформиться. И вот оформился, и лучше, как говорится, чувствуя себя, можно сказать, как настоящим, как в раю, как по детски говорят. И по народу. Леонид Аристархович скромно заявляет, что с детства был мастером на все руки. Если нужно, сошьет, починит или переделает. Но главная любовь и дело всей жизни – это картины. Изобразительным искусством наш герой увлекается с 11 лет. Первую свою работу он писал на простынях бельевыми красками. В 1947 году во время службы в армии окончил вечернюю художественную школу. Восемнадцать лет проризованную, я за ней ходил. Некогда мне было рисовать, вот, и потом жену скоронил уже. А когда служил я под Москвой, я аэродром строили тогда. Меня отпускали в Третьяковскую галерею. Я там набирал красок, этот, кисев, и накопил целый чебодан. Я в школу кое-каке для детей нарисовал, и потом начал рисовать для этого нашего музея. Вот, на выставку стал рисовать, все время это выставлял и в район, на выставку тоже выставлял. Ну и народ стал меня, как следует, и узнал, и всему языку удачу рисовать. И рисовал себя, чувствуя, что я так все равно рожденный для народа. Теперь работы самодеятельного художника украшают не только местные выставки, но и стены пансионата. Здесь он продолжает творить. На цокольном этаже ветерану труда выделили помещение под мастерскую. Кстати, рисует Леонтий Аристархович по памяти. В основном это пейзажи, которые всплывают в голове. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.